Мы знаем, что Пророк А.С. и все последователи Ислама, его сподвижники, его семья и близкие все исповедовали Ислам тайно и принимали его тайно, боясь того, что им могут навредить. То есть Пророк А.С. призывал, был этот призыв от Всевышнего, чтобы они этот Ислам принимали тайно, чтобы те противники, мусульман, не навредили им. Рассказывает, что Умар ибн Аль-Хатаб, когда Пророк А.С. однажды обратился с мольбой ко Всевышнему, чтобы он наставил одного из нескольких людей, таких как Умар, таких как Абу-Джахль, на верный путь, то есть, чтобы они приняли Ислам, Всевышний Аллах принял мольбу Пророка А.С. в пользу Умара. И Умар впоследствии принял Ислам, и есть история его принятия, которая отличается тем, что из всех, кто принимал Ислам до него, все принимали Ислам тайно, а Умар был первым, кто принял Ислам явно, то есть, не боясь никого. Рассказывает, что однажды он услышал то, что его сестра приняла Ислам, отправившись, будучи в гневе, к ним домой. Он накинулся на ее мужа, начал ругать их, начал говорить им, что они свернули свернув пути, пути их предков и так далее. Тогда, говорит, он хотел взять свитки Корана в руки. Ему сказала его сестра, чтобы он пошел и сначала омылся перед тем, как притронется. Его это заинтриговало, и он омылся, то есть, совершил омовение. Затем ему прочитали строки из священного Корана, что послужило наставлением его на верный путь, так как он не слышал до этого никогда такой речи. То есть, это была речь Всевышнего Аллаха, Субханаху Ва Та'Алле. Затем он отправился к пророку А.С. и до пророка дошла весть о том, что к нему направляется Умар. И те, кто были рядом, был рядом и дядя пророка А.С. Хамза, которого пророк прозвал львом Ислама за его храбрость, за его честь. И тогда, когда Умар направлялся к пророку, все испугались, за исключением Хамзы, говоря, что он может навредить как пророку, так и тем, кто находится там внутри. Но когда пришел Умар, когда Умар шел к пророку А.С, пророк подошел к нему, пророк его сжал и говорит, пророк, обращаясь к нему, говорит, «Неужели не настало время, чтобы ты принял Ислам, ой, Умар?» И Умар рассказывает, когда пророк А.С, его схватил в тот раз, то есть через много лет, он рассказывает, «Я почувствовал себя ребенком в руках сильного взрослого мужчины». И тогда говорит Умар перед семьей, «Я свидетельствую, что нет божества, кроме Всевышнего Аллаха, и что ты, о Мухаммаде, являешься его пророком». То есть таким образом принял Ислам. Когда же он принял Ислам, он вышел из дома и пошел к Абу-Джаглю, то есть самому большому врагу пророка и противнику Ислама, который всячески старался и угнетал, и убивал сподвижников пророка А.С, он пришел к дому Абу-Джаглю и говорит, «Абу-Джагль, ты не знаешь, о чем не знаю?» говорит. Тогда он ему отвечает, что «Я принял Ислам». Он пошел к Абе, то есть на главную площадь города. Когда он отправился на площадь, то есть перед Каабой, где было слышно абсолютно все, откуда распространялись дальше слухи, и он засвидетельствовал, что он принял Ислам, то есть сделал это явно перед Семьми. Говоря то, что так явно, что никто не сможет ему навредить, будучи уверенным в этом, так как он был храбрым, он был очень сильным, знатным человеком, которому кто-то боялся приблизиться, боясь того, что он может им навредить. И таким образом религия Ислам, можно сказать, укрепил посредством Умара ибну Аль-Хаттаба ряды мусульман, так как Пророк, саля Аллаху алисалям, просил не зря Всевышнего Аллаха об этом, так как он был очень знатным, был очень мужественным, храбрым и сильным человеком. То есть посредством этого религия в то время обрела некую силу. Редактор субтитров А.Семкин